Коптево Коптево Аист, изображенный в золотом поле герба, символизирует социальную деятельность, которая осуществляется в районе в сфере создания благоприятных условий для проживания семей, а также на образовательные и воспитательные учреждения, которых здесь достаточно много. Солнце, помещенное в голубом поле, является символом духовного возрождения, которое нашло свое отражение в строительстве храма Георгия Победоносца на средства жителей района, а также красоты и ухоженности территории. Топоним Коптево имеет достаточно древнюю историю. Впервые в сохранившихся документах он напомянут аж в 1595-96 годах в грамоте князя Дмитрия Ивановича Шуйского, в которой он менял село Топорково с пустошами Коптево и Ипатевской на соседнее село Вильяминово, ныне Владыкино. Так как название пустоши Коптево среднего рода, то предположительно, раньше это было отдельное сельцо. Но глубоко сегодня в историю мы ударяться не будем, а посмотрим, что же тут интересного и куда можно прогуляться. Ну а первое место, куда я вас приглашаю, это посетить Головинские пруды. Система водоемов на одноименном ручье Северного административного округа Москвы состоит из трех прудов – Верхнего, Малого и Большого, общей площадью около 18 гектар. Является частью лихоборской обводнительной системы реки Яузы. Своё название пруды получили от деревни Головино, вошедшей в состав Москвы в 1960 году. А впервые село упоминается в начале аж 15 века. Его наименование связано с родом Ховрыных Головины, которые владели этой местностью. Ну а недалеко от Большого Головинского пруда располагается Михалково. Это бывшая усадьба, принадлежавшая княжеским родам Дашковых и Паниных, неоднократно перестраивалась. Основной архитектурный ансамбль был сформирован в 1780-84 годах по проекту Василия Баженова. До конца 18 века являлась одной из самых красивых усадеб Подмосковья. А с начала 19 века стала местом расположения ситцевой фабрики и рабочего посёлка. Улица Михалковская. Прежнее название Михалковское шоссе было связано с направлением на село Михалково. Само-то село упоминается в исторических документах аж 1584 года. Название Михалковское улица получила в 1950 году, а с 60-го года уже вошло в черту города Москвы. Почему говорю про эту улицу? А потому, что если вы решитесь прокатиться по МЦК, чтобы попасть в сам Темирязевский парк, то без Михалковской улицы нам не обойтись. Она большая, прямая и заблудиться там невозможно. Каких-то 10-15 минут ушло, и вы попадаете в красивейший лесопарк севера Москвы. А там и до Останкинской башни рукой подать. Об истории и достопримечательностях района Коптево можно говорить бесконечно. Но хорошего, как говорится, понемножку. Цитируя классиков отечественного кинематографа, так сказать, будете у нас в Коптево, одним словом, не пожалеете. Добро пожаловать!